здесь мы потихонечку начинаем с вами разбегаться по этой истории это какое-то небольшое количество тех логотипов каких-то работ которые были сделаны в депо прошло уже три года поэтому здесь они скинуты в кучу в виде такого куска отдаст а оттуда прорываются какие-то более-менее цветные интересные дорогие мне проекты такие как авито такие как карат и видите даже такое вот своеобразное не очень кому-то помогут показаться интересная креативная штука как логотип сибура тут надо честно признаться что свое время тоже приложил к этому руку и и такое тоже было вот идем дальше в том числе вот эти семь лет которые там работал в должности дизайнера практически все свободное время тратил на придумывание идеи вместе с коллегами на то чтобы эти идеи довести до ума то есть все это делалось после работы рабочий день заканчивался в семь часов обычно когда мы были мы были молоды мы шли в магазин покупали вина рядом мы опять же заново садились за рабочие места наливали себе бокальчики продолжали работать смеяться веселиться и так вот действительно много-много лет мы очень-очень много работали очень много делали проектов которые нам никто не заказывал по большому счету которые нас никто не просил которые мы считали что мы просто как бы мы их делаем потому что не можем не делать типа креативные проекты тут тоже скопилось какое-то количество что самое интересное видите все они как бы это как бы условно фестивальные проекты которые упакованы в борды для любого нормального фестиваля креативного формат борда раньше это был обязательный формат подачи поэтому очень много работ упакованы в такие вот истории борды их тоже было очень-очень много идем дальше и приближаемся как будто 2016 году когда наверное для себя вместе с командой в агентстве как бы было сделано очень знаковое количество работ которые собрались вместе и очень удачно прокатились по по фестивалям моя любимая работа которая для себя она насчитаю своей знаковой и самое любимое это shopping list это собственная торговая марка которая была реализована реализована в таком виде также был сделан проект для конференции который проходил в москве по брендингу который мы назвали Moscow identity также собственно говоря сырый карат который мы делали вместе с Леша Фадеевым с Никитой Ивановым в паре двух отделов корпоративного брендинга который я возглавлял и потребительского брендинга который возглавлял Леша Фадеев вместе вот мы сделали вот этот вот знаковый для российского фестиваля рынка проекта в том числе киевси который мне действительно очень дорог и близок там была сумасшедшая усилия всей команды которая воплотилась мне кажется очень интересный самобытный концепт это работы которые мы выпустили на фестивальный рынок скажем так и на рынок в жизнь в 2016 году понятно что многие из них работа по ним шла еще в предыдущие годы там 15 году 16 году и после этого эти работы соответственно отправлялись на фестивали чтобы вы понимали чтобы отправить работу на фестиваль мало как бы сделать продукт да то есть нужно подготовить очень выразительную подачу этого продукта то есть фотосъемка кейс ретушь плюс анимация то есть на сегодняшний день обязательное условие это фильм но у нас никто не спрашивал то есть все все люди которые могли написать нам где они все сидели рядом поэтому таких вопросов даже не возникало поэтому махали друг друга ручкой продолжали чирикать планшетик то есть за каждым за это из этих картинок стоит тонны ну гигантные титанические усилия по работе по репрезентации этого проекта чтобы вы его увидели чтобы вы оценили какие-то скажем так невербальные даже какой-то степени невизуальные качества которые есть за этим проектом то есть я уверен что человек он как бы в основе ну по сути животное то есть он все чувствует он чувствует глядя на картинку есть там что-то или нет я в этом глубоко уверен поэтому вкладывая как можно больше сил и энергии туда я уверен что условно раззритель потом это почувствует